В середине сентября марка Шкода провела российскую презентацию свежей Октавии, а старт продаж нового поколения намечен на 15 ноября. Логично, что между этими событиями уместилось еще одно – запуск локального производства. Как прежде, сборкой лифтбеков займется Горьковский автозавод, где производство налажено по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. Первыми на нижегородский конвейер встали версии со 150-сильным турбомотором 1.4, за которую будут просить минимум 1.409.000 рублей. С двигателем 1.4 новая Октавия оказалась примерно на 200 тысяч дороже своей предшественницы. А долгожданный атмосферник 1.6 калужского производства, который обязан здорово удешевить модель, появится не раньше января следующего года. Интересно, что старт чешского лифтбека совпал с любопытной датой. В конце октября 2010 года Горьковский автозавод навсегда прекратил выпуск легковых автомобилей. С того момента под маркой «Газ» на рынок выходила только коммерческая техника. Между тем, именно «Шкода» почистила карму газовскому производству. И тут придется начать издалека. Цех, где сейчас обосновались чехи, в 1946 году возвели для выпуска «Кузовов Победы». А после нее здесь надолго обосновались «Волги». В 2000 году легковой конвейер принял провальную «Волгу» 31.11. Провальную, потому что тираж модели составил всего 424 штуки. Зато более примитивный седан 31.10 стал настоящим хитом. Хотя представлял собой всего лишь очередной рестайлинг «24». В 2008 году «Газ» решился на новую авантюру. Отказавшись от десятки, нижегородцы сделали ставку на копию седана «Крайслер Себринг». Этот проект под синтетическим названием «Волга Сайбер», как одиннадцатая, тоже прожил около двух лет. А дальше пришел концерн «Фольксваген». И сейчас нижегородские «Шкоды» действительно делают на том сборочном конвейере, который остался от «Сайбера». Более того, некоторые сварочные роботы когда-то делали кузова последних «Волк». Вот такая вот преемственность.